на серию вебинаров Московского бюро МОД, которая называется «Подходы к восстановлению экономики в странах СНГ путем создания рабочих мест». Эта новая серия состоит из пяти вебинаров, которые пройдут с апреля по июль, и она является практическим откликом на потребности стран в проведении, основанного на фактах, анализа рынка труда, который будет способствовать переходу от мер реагирования на кризис, вызванный COVID-19, к восстановлению экономики и расширению занятости. Международная организация труда работает в тесном сотрудничестве с правительствами и социальными партнерами над обновлением оценок рынка труда и над корректировкой национальных стратегий занятости после пандемии COVID-19 в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Опыт отдельных стран дает уникальную возможность повысить качество коллегиальных обзоров и взаимного обучения между странами, извлечь ценные уроки, выявить передовую практику и получить необходимое представление об альтернативных направлениях политики в сфере занятости. Опыт стран даст возможность обсудить целесообразность целевых показателей в национальных стратегиях занятости. Акцент будет делаться на женщин, молодежь и переход к формальности. И, наконец, серия вебинаров включает в себя учебные модули, в ходе которых международные эксперты объяснят, как анализировать рынок труда в соответствии с последними нормами МОД, и то, как институты рынка труда могут повлиять на создание рабочих мест и на то, как можно пользоваться нормами. Сегодня мы проводим первый вебинар, который называется «Инвестирование в участие в рабочей силе и поддержка переходов на рынки труда». Основную тему вам представит Маурисю Дирксен из Департамента политики занятости МОД в Женеве. Страновой доклад о рынке труда в Узбекистане представит Жанна Фатахова, национальный консультант МОД в Узбекистане. И после презентации доклада состоится панельная дискуссия с участием представителей Узбекистана, трехсторонных участников МОД. Это Министерство занятости и трудовых отношений, которое представит госпожа Адиба Норуддинова. Из Федерации профсоюзов Узбекистана будет участвовать господин Махмуджон Исаев от конфедерации работодателей Узбекистана госпожа Экамар Гешвили. И за этой первой частью, которая продлится час, последует учебный модуль, в котором международные эксперты Филипп Эггер и Пер Ронос расскажут о индикаторах и тенденциях в регионе, объяснят, почему анализ рынка труда важен для разработки политики в сфере занятости, и как инвестиции в рабочую силу создают новые возможности занятости и поддерживают устойчивый экономический рост. Сейчас я передам слово Маурисио Дирксону из департамента политики в сфере занятости в Женеве, который вкратце представит сегодняшнюю тему для обсуждения. Маурисио, прошу. Спасибо, Рамиру. Добро пожаловать, дорогие участники. Мы все видели, что коронавирус был не только проблемой здравоохранения, но и социально-экономической сферы. Он серьезно повлиял на рынки труда, как внешне, речь идет о денежных переводах, например, так и внутренне. Люди не могли работать в полную силу, и переходы были затруднены, например, от обучения к занятости или между разными местами работы. И, конечно, очень многие люди должны были делать сложный выбор между возможностью заражения и способностью заработать на жизни. Это одна из самых сложных сторон кризиса. Рамиру говорил об обновлении политики в сфере занятости, и это ключевой аспект оздоровления. И мы, конечно, должны предпринимать оценки рынка труда. И самый лучший способ – это проводить их стандартизированным путем, используя стандартизированные концепции и понятия. И это показатели, на которых обычно сходятся на международной конференции статистиков труда. И мы сегодня увидим, что мы очень часто упоминаем показатель безработицы, но он не самый лучший для понимания ситуации. Например, то, сколько человек хотят участвовать на рынке труда, но сейчас не ищут работу. Сколько человек потеряло часы работы, но не саму работу. Сколько человек хотят работать больше часов. И также, сколько человек находятся в трудовых отношениях, которые могут быть в другой форме, например, в форме самозанятости, люди могут и хотят работать на занятости на работе, но вынуждены работать самостоятельно. И здесь мы подходим к тому, что региону в целом нужно делать, чтобы повысить коэффициент занятости и достичь общей цели полной продуктивной занятости для всех. И если посмотреть на данные, мы увидим, что они не используются, их потенциал не исчерпывается полностью. И мы должны спрашивать себя, когда нас спрашивают, кто вы, мы говорим о нашей профессии в первую очередь. Мы не рассказываем о своих хобби или о том, о чем мы сейчас думаем. Далее речь идет о использовании ресурсов и их тратя зря. Очень часто мы не инвестируем должным образом в наше население, и это, конечно же, влияет на качество занятости. И также приводит ко многим асимметриям. Это четко видно в показателях рынка труда, которые выходят за пределы безработицы. Также, когда мы проводим анализ, мы видим, что один из ключевых драйверов – это экономический рост. Он необходим, но в то же время очень полезно осознавать, что существует такая петля фидбэка между экономическим развитием и рынком труда. Это производительность труда, потребление и, конечно, социальный аспект. Это подводит меня к последнему пункту, заключающемуся в том, что необходимо иметь достаточное количество информации, чтобы мы могли расставлять приоритеты в ситуации, когда кризис, более серьезный, чем раньше, должен вести нас к рассмотрению многосторонних аспектов рынка труда и к решению проблемы полной продуктивной занятости, но и также к достижению других целей, которые поставили перед собой страны. Будет очень интересно узнать точку зрения о кейсе Узбекистана и также мнение Филиппа Перо и Данкона во второй части. Спасибо, Рамиру, вам слово. Спасибо, Маурисио, из Департамента политики в сфере занятости МОД в Женеве. Маурисио сказал о том, как важно помнить о международных трудовых нормах, о понимании того, что происходит с рабочей силой в наших странах, и то, как все эти понятия необходимо обновлять и пересматривать на конференции статистиков труда, например. Важно знать об этом, важно знать самые свежие определения и то, как можно лучше анализировать происходящее с рабочей силой. Это одна из основных целей серии наших вебинаров. Сейчас, перед тем, как мы проведем общее обсуждение, мы хотим презентовать вам страдовой доклад. Это Узбекистан, и я предоставляю слово господине Жанне Фатаховой, национальному консультанту, которая работает с Международной организацией труда по различным докладам, работает тесно с правительством, и презентацию проведет Жанна. Конечно же, помните, что мы трехстороннее обсуждение проводим с участием и работников, и работодателей, но сначала я передаю слово Жанне. Спасибо большое. Добрый день всем. Я прошу помочь мне с презентацией. Я пока ее не вижу на экране. Спасибо большое. Позвольте коротко презентовать основные тренды, которые характеризуют развитие рынка труда в Узбекистане в течение последних 20 лет. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тенденция на рынке труда, как мы все знаем, формируется, исходя из соотношения предложений рабочей силы и спроса на рабочую силу. Предложения рабочей силы формируются прежде всего демографией. Узбекистан является страной с растущим населением. Если в течение 2001-2005 года прирост населения составлял около 300 тысяч человек в год, то в течение последних пяти лет почти 600 тысяч человек в год. Вот рассчитанные такие цветные легкие квадраты на левом слайде. В целом, на начало 2021 года численность населения превысила 34 миллиона человек и достигла значения, которое прогнозировался ООН лишь к 2025 году. Перепись населения, как известно, мы и знаем, все давно не проводилась. Однако в 2011 году выборочная перепись населения зафиксировала более высокий годовой прирост населения. Это означает, что, возможно, общая численность населения может быть недооценена. Вопрос будет прояснен в рамках всеобщей переписи, которая состоится в 2023 году, и которой сейчас страна тщательно готовится. До 2008 года доля городского населения не превышала 37%. После административно-территориальных преобразований 2008 года доля городского населения возросла. Но в течение 10 лет численность сельского населения восстановилась быстро на фоне ускоренного темпа роста по сравнению с городским населением. Текущее состояние процесса урбанизации сложно назвать устойчивым. Конечно, города привлекают сельское население, однако рост самих городов не управляется на системной основе. На этом фоне получил развитие процесс внутренней маятниковой трудовой миграции, когда сельские жители едут на работу и учебу в города, но не переезжают в города. В целом, известные позитивные эффекты агломераций пока не реализуются в полной мере. Следующий слайд, пожалуйста. Коэффициенты демографической нагрузки показывают нагрузку на общество и экономику со стороны нетрудоспособного населения, то есть население младше 15 лет и старше пенсионного возраста. Для Узбекистана это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как известно, у нас пенсионный возраст ниже, чем во многих странах мира. Коэффициенты демографической нагрузки прямо определяют финансовые расходы государства на социальную политику, поскольку при росте этих коэффициентов должны быть увеличены расходы на соцзащиту, строительство учебных заведений, здравоохранение, выплату пенсии и тому подобное. На слайде слева, наверху, представлен коэффициент общей демографической нагрузки с 2009 года. На сайте Госкомстата нет данных, поэтому для этого показателя с 2000 года есть с 2009 года. Значение на уровне 50% является относительно низким и показывает, что численность трудоспособного населения почти в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение, в общем-то, создает не очень высокую нагрузку, социальную нагрузку для общества, но тем не менее видно, что она постепенно растет. ...высоким, но имеет явно выраженный тренд к росту, особенно для женского населения. Вообще, вот эта опережающая динамика женского возрастного населения, особенно вот уже за пенсионного возраста, усиливает требования к социальной инфраструктуре, социальной защите и гендерной адаптации рынков труда. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, не все трудоспособное население участвует в трудовой деятельности. Для оценки рассчитывается коэффициент экономической активности населения и в том числе среди мужчин и женщин. В целом экономическая активность держится на уровне более 70% и постепенно растет. Индикатор был очень волатильным до 2006 года и в период мирового ипотечного кризиса. С 2011 года наблюдается устойчивый тренд повышения экономической активности населения, который очень вовремя был поддержан переходом к мерам активной политики занятости на рынке труда, начиная где-то с 2015-2016 годов. Сгладились также гендерные разрывы в показателях экономической активности. Если в 90-е годы доля экономически активных мужчин составляла почти 90% от численности мужчин трудоспособного возраста, то в 2018 году чуть более 76%, а вот снижение экономической активности женщин было не таким масштабным. Хотя надо отметить, что основную роль в этом положительном тренде сыграло появление в 2000-х годах феномена внешней трудовой миграции, которая является, конечно, по своей составу преимущественно мультической контингент. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь переходя к спросу на рабочую силу. Спрос характеризуется показателями занятости. Возможности занятости показаны на левом слайде. В течение 20 лет доля занятого населения по отношению к трудоспособному снижается. Это, несомненно, усиливает напряженность на рынке труда. Причем гендерный разрыв в уровне занятости возрос, свидетельствуя о сужении возможностей занятости для женщин. Ну и, конечно, как и для многих других стран, особенно сильным негативным шоком стали карантинные ограничения в период пандемии COVID-19 в 2020 году. В результате данного шока рынок труда, который, в общем-то, и до пандемии являлся рынком работодателя и еще более усилился. Ситуацию в сфере занятости также характеризует статус формальности занятости. Вот в формальном секторе трудится менее половины от общей численности занятого населения. Остальные находят себя в неформальном секторе и во внешней трудовой миграции. Ну, наверное, все мы прекрасно понимаем, что это не самое эффективное использование трудового потенциала страны. Для данных категорий особое значение имеют вопросы социальной защиты и социального страхования, которые могут быть эффективны, решены только путем социального диалога в рамках механизма трипартизма. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одним показателем является доля экономически неактивного населения по отношению к численности трудовых ресурсов. В Узбекистане к экономически неактивному населению относятся пять категорий. Они указаны на слайде, вот снизу перечислены. В целом доля экономически неактивного населения снижается, что является, конечно, положительным моментом. Но вот внутри гендерных групп наблюдается явный разрыв в сторону более высокой численности экономически неактивных женщин. Пожалуйста, следующий слайд. Безработица. Вот как уже правильно было отмечено, был меня, и это очень применимо как раз именно для Сочи с Узбекистаном. При оценке уровня безработицы в нашей стране нужно учесть важную оговорку. На слайде представлена динамика уровня безработицы, которая имеет слишком быстрый рост. Это вызвано не ростом безработного населения, а совершенствованием методологии обследования незанятых лиц. И ниже там приведены некоторые подробности, детали, связанные с этим. Ну, в то же время, несмотря на это, в 2020 году уровень безработицы среди женщин и молодежи в возрасте до 30 лет был значительно выше, а еще более высок гендерный разрыв в уровне безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет. Правый слайд. Правый рисунок. Правый рисунок. Важно отметить, что за последние годы предприняты серьезные меры по повышению потенциала центров содействия занятости, которые администрируют вопросы назначения и выплаты пособий по безработице. Серьезным шагом стало также повышение размера пособия по безработице почти в три раза после принятия нового закона о занятости населения в январе текущего года. Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в Узбекистане существует разрыв между предложением рабочей силы и спросом на рабочую силу, который особенно проявляется, отражается на молодежи и женщинах. Снижение гендерных разрывов является значительным резервом страны с точки зрения повышения эффективности использования человеческого капитала. Следующий слайд, пожалуйста. Для решения данных вопросов принимается, конечно, очень много мер, потому что правительство прекрасно осознает данные разрывы. И вот на этом слайде коротко, буквально перечислены основные программы. Первая – это программа надомного труда. Она ориентирована на сельскую местность, прежде всего на женщин. С надомниками заключаются трудовые договора с выплатой износов в пенсионный фонд и другие социальные отчисления. Надомный труд широко распространен в основном в сфере услуг. Это швейная промышленность, производство, обработка шелка и так далее. Вторая программа – это программа семейного предпринимательства и ремесленничества. Это такая традиционная программа в Афганистане. И в ноябре 2019 года было принято постановление президента, которое еще более усиливает внимание к данной программе. В частности, теперь регионы страны специализированы по направлениям ремесленничества и за ними закреплены дипломатические представительства Узбекистана за границей. Ожидается, что они будут помогать с презентацией и реализацией продукции наших ремесленников на зарубежных рынках. Следующая программа – это программа предоставления грантов на переобучение незанятых лиц. Девушки и женщины из малообеспеченных семей и трудовые мигранты являются целевыми группами такой поддержки. Следующая программа – это поддержка выпускников учебных заведений, которые впервые устраиваются на работу. Программа осуществляется с помощью нескольких мер, перечисленных на слайде. Еще одна программа – это программа квотирования рабочих мест. Это мера содействия занятостей для лиц, которые не способны на равных конкурировать на рынке труда. У нас есть классификация таких лиц, куда в том числе входят женщины, молодежь. Работодатели обязаны резервировать рабочие места в размере 10% от числа работников своих предприятий для трудоустройства таких вот лиц, в том числе 3% для лиц с ограниченными физическими возможностями. Причем данные расходы покрываются работодателями. В 2020 году, в период карантинных ограничений, появился дополнительный формат, что ли, даже это не программа, а формат именно поддержки женщин и молодежи в виде так называемой женской тетради и молодежной тетради. Это тетради, которые содержат списки женщин и молодых лиц, нуждающихся в социальной поддержке, в разных видах социальной поддержки и в первую очередь с точки зрения обеспечения занятостью. И еще одно важное решение, принятое буквально на днях, был принят указ президента, направленный на кардинальное повышение занятости молодежи. Начиная с 1 мая текущего года и до 1 января 2023 года, государство будет возвращать работодателям сумму социального налога, уплаченного за работников в возрасте не старше 25 лет, то есть за молодых работников. Решение не распространяется на бюджетные организации и предприятия, которые имеют государственную долю в своих активах. Эффективность данных решений еще, наверное, предстоит оценить, возможно, при обсуждениях представители Министерства труда и других ведомств скажут об этом. С точки зрения характеристики основных трендов на рынке труда у меня все. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Жанна Фатахова. Большое вам спасибо за интересный и актуальный отчет, который выявил главные тенденции на рынке труда Узбекистана. Я бы хотел подчеркнуть несколько пунктов перед тем, как мы перейдем к общему обсуждению, который будет руководить госпожа Адива Нруддинова из Министерства труда. В презентации госпожи Фатаховой мы видели положительную тенденцию на рост занятости в последние десятилетия. И отчасти это обеспечено, конечно, политикой в сфере занятости. Но кроме этого, мы видим воздействие на рынок труда внешних факторов. И важность разрыва между мужчинами и женщинами на рынке труда, насколько разные возможности имеют на рынке труда мужчины и женщины. Кроме того, я хочу подчеркнуть тот обзор политики на рынке труда и программ на рынке труда, которые приняты в Узбекистане для поддержки занятости молодежи и женщин. Большое спасибо, Жанна, за вашу презентацию. А сейчас я передаю слово госпоже Адибе Нруддиновой, представляющей правительство Республики Узбекистан. И мы услышим ее наблюдение о политике в сфере занятости в Узбекистане, о том, как эта политика улучшает занятость в стране. У нас полчаса на обсуждение с представителями государства, работодателей и организаций работников. Госпожа Нруддинова, представитель Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Вам слово. Здравствуйте, коллеги. Я очень рада участию в данном вебинаре. Огромное спасибо и вам, Рамира, и Жанна Абдрашидовна, особенно вам, потому что отличная презентация. Я думаю, что сделать такой вот анализ всегда полезно и для того, чтобы дальше смотреть, правильно ли мы движемся, принимать какие-то правильные решения. Потому что иногда мы, выполняя повседневную работу, не задумываемся о каких-то стратегических задачах, которые стоят перед нами, о повышении именно таких вот моментов, как инвестиции в человеческий капитал и так далее. Потому что каждый день преподносит нам определенные сложности. Что касается статистических данных, которые представила Жанна Абдрашидовна, я совершенно соглашусь. И есть, конечно, достаточно интересные моменты. Но хотела бы ваше внимание обратить на отдельные моменты, которые я бы хотела добавить. Вот в моих руках статистика по официально признанных безработных за последние десятилетия, сколько мы привлекли к общественным работам. Хочу ваше внимание обратить на то, что за период последних десяти лет, то есть по сравнению с 2010 годом, к общественным работам, если примерно привлекалось около 50 тысяч человек в 2010 году, то в 2020 году, конечно же, здесь немаловажный фактор был ограничение в связи с пандемией, но тем не менее привлеченных к общественным работам было уже более 500 тысяч. То есть это сделана большая работа, и таким образом, пусть даже временно, но люди были привлечены к оплачиваемым общественным работам. Это, я считаю, что стоит отметить. Конечно же, рынок труда и вложения в человеческий капитал – это очень важно, и для этого необходимо постоянно работать над профессиональной подготовкой, лиц желающих трудоустроиться, поэтому очень тоже большая работа делается в направлении профессиональной подготовки, и я думаю, что еще предстоит, конечно, много сделать, но если тоже обратить внимание на статистику, то в 2010 году было привлечено около 25 тысяч к повышению квалификации, профессиональной подготовки, то в 2020 году это уже составляло более 50 тысяч в год. Конечно, предстоит очень много сделать и президентам, и правительствам ставится задача повышения профессиональной подготовки не только лиц, которые только входят на рынок труда, но и лиц, которые собираются выезжать в трудовую миграцию, и в этом направлении делается большая работа. В частности, могу сказать, что в этом году по рекомендации президента в нашей республике в около тысячи махалях будут открыты филиалы центров профессиональной подготовки. Это, да, может быть, охват каждого из этих филиалов будет не таким огромным, как у центра профессиональной подготовки, но, тем не менее, есть у нас труднодоступные места, откуда лица, ищущие работу, не могут каждый день ездить в районные центры, получать профессиональную подготовку. Поэтому для них, именно для них это будет хорошим подспорьем для того, чтобы повысить свою профессиональную подготовку, найти достойное рабочее место, зарабатывать достойную заработную плату. Если среди них есть желающие выехать в трудовую миграцию, то, соответственно, в этой трудовой миграции они смогут заработать больше, чем могли бы без профессиональной подготовки. Кроме того, хочу вас обратить внимание, что в этом году тоже по поручению президента нами разработан документ, нормативный документ по внедрению социального контракта, и мы уже с МОД ведем работу по усовершенствованию этого процесса, потому что с 1 мая у нас начинается апробация внедрения социального контракта при предоставлении услуг, предоставляемых Министерством труда и занят для населения, ищущих работу. Здесь будут охвачены такие услуги, как предоставление субсидий, направление на профессиональную подготовку и получение пособия по безработице. Кроме того, надеюсь, что вы знаете, у нас очень много видов субсидий сейчас используется для обеспечения самозанятости населения, ищущих работу, и новые виды субсидий с этого года тоже апробируются для именно этой категории. Надеюсь, что эта работа при поддержке международной организации труда и подсказкам вашим надеюсь, что будет еще больший охват на рынке труда, и таким образом мы сможем снизить напряженность на рынке труда. Спасибо вам большое за внимание. Большое спасибо, госпожа Нарудинова, за ваши дополнительные комментарии и наблюдения по мерам поддержки занятости в Узбекистане. Вы подчеркнули важность активных мер на рынке труда, в том числе общественных работ и переподготовки лиц, ищущих работу. Кроме этого, госпожа Нарудинова упомянула такие важные меры по поддержке лиц, ищущих занятости, как социальные контракты, которые позволят улучшить координацию между службами занятости и соцзащиты, снимая барьеры для интеграции лиц на рынке труда. И это касается не только традиционных мер на рынке труда, но и новых мер поддержки. У нас уже начинают поступать вопросы, но мы к ним перейдем впоследствии, а сейчас будем слушать представителей организаций работников. У нас есть вопрос о программах по семейному предпринимателю и законодательных актах, которые регулируют деятельность семейных предприятий, но на этот вопрос мы просим вас ответить ближе к концу. А сейчас мы перейдем к представителям организации работников, представителям узбекистанских профсоюзов, это Руслан Рахманов. Вам слово, Руслан. Вы с нами? Да, да. Здравствуйте. Меня слышно? Да, мы вас слышим. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Уважаемый господин Рамира Пизара, Молисея Диркинс, Анастасия Дубова. Уважаемые наши трехсторонние партнеры. Выражаю благодарность от имени Федерации профсоюзов Узбекистана за приглашение принять участие в этом вебинаре. Вебинар имеет очень важное значение для трехсторонних партнеров Узбекистана. И спасибо за представление, анализ Динка труда в Узбекистане. Это очень обширный анализ, учтенно все аспекты занятости. Там и демографические аспекты есть, и гендерные, и другие. Сегодня вопрос трудоустройства во всем мире достиг на высшем уровне. В частности, из-за пандемии коронавируса возникли новые проблемы с занятостью. Конечно, Узбекистан тоже не исключение. Пандемия еще усугубила проблемы с неформальной занятостью. Например, уровень безработицы в Узбекистане за январь-июрь 2020 года среди экономически активного населения составил 13,2%. Это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. Этот показатель в аналогический период 2020 года равнялся 9,1%. Недавно, вчера, 28 апреля 2021 года, было принято постановление президента Республики Бегистан о государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год. В соответствии с программой 2021 года, планируется создать 457,127 новых рабочих мест. Конечно, это прогнозы и планы. В дальнейшем еще нам предстоит много делать. По данным министерства, занятость населения за первые три месяца 2021 года было трудоустроено более 271 тысяч человек. Более 33 тысячи безработных были привлечены к оплачиваемым общественным работам. Более 17 тысяч человек, занесенные в женский тетрад и молодожный тетрад, обучаются в профессионально-технических учебных заведениях системы министерства. В Узбекистане принимаются значительные меры по обеспечению занятости населения, и профсоюзы тоже активно участвуют в реализации этих мер. С 2019 года в государственной политике занятости введено понятие «государственные заказы на новые рабочие места», и с 2019 года профсоюзами инициирован общественный мониторинг неформальный и неформальный и использование нестандартных форм занятости, создание условий труда при производстве оплачиваемых общественных работ, общественный контроль деятельности частных агентств занятости. Учитывая то, что нестандартные формы занятости могут внести определенный вклад в рост уровня общей занятости, занесение населения за счет повышения гибкости рынка труда, задача общественного мониторинга в этом направлении состояла в выявлении уровня социальной защищенности нестандартных занятостых работников. По результатам мониторинга мы видим, что у некоторых работающих в неформальном секторе они не охвачены социальной защитой и социальным страхованием. Представители Федерации профсоюзов Узбекистана принимают активное участие в разработке национальной стратегии занятости Узбекистана до 2020 года и СПДТ на 2021-2025 годы, которые тоже включают важные вопросы в сфере труда. Сегодня в Узбекистане появились понятия «женский тетрад» и «молодежный тетрад», над которыми ведется активная работа по решению значимых проблем этих слоев населения. Проблема появится откуда? Конечно, когда человек не зарабатывает денег, когда у него нет дохода. Когда нет работы и не будет дохода. Поэтому основная цель внедрения этих тетрадей – обеспечить доход женщин и молодежи с путем обеспечения их занятости. Создана межведомственная комиссия по женским тетрадам, работа, которую координирует Федерация профсоюзов. «Женский тетрад» – это база данных для выявления, решения и отслеживания проблем безработных женщин, которые нуждаются в социальной, экономической, правовой, психологической поддержке, знаниях и профессиональной подготовке и заинтересованной вне. Если сказать, здесь много можно сказать, что какие проблемы нам надо решить, что нам надо предстоит. Но если будут вопросы, будем отвечать в ходе. Спасибо за внимание и надеемся на долгосрочное тесное сотрудничество с МОРТ в области обеспечения занятости населения Узбекистана. Спасибо. Большое спасибо, Руслан, за вашу презентацию. Я хотел бы отметить некоторые новые вопросы, которые вы подняли. Это отслеживание нестандартных форм занятости. У него есть две стороны. С одной стороны создается занятость, но с другой стороны существует озабоченность тем, что очень часто эти нестандартные формы занятости находятся в нестабильных условиях. И типов форм занятости очень много. Это интернет, платформы, временная работа. Профсоюзы занимаются этим вопросом. Это очень интересный пункт повестки дня. Также очень важно ваше стремление помочь женщинам. Сейчас я передаю слово госпоже Эке Маргешвили, исполнительному директору Конфедерации работодателей Узбекистана. Эка, вам слово. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшнего семинара. Спасибо большое коллегам за презентацию, за детальное обоснование текущей обстановки в сфере занятости в нашей стране. И я не хотела бы повторяться и говорить о том, о чем сказали мои коллеги по трехстороннему диалогу. Хочу отметить важные моменты, как нам кажется, в процессе обеспечения занятости в нашей стране. Хотелось бы остановиться на естественных гарантиях обеспечения занятости. И говоря о таких гарантиях, немаловажен процесс обучения неработающего населения, процесс обучения предпринимателей, которые составляют достаточное количество занятых в нашей стране. И в этом ключе хотелось бы отметить о той работе, которая ведется Конфедерацией работодателей и одним из главных членов Конфедерации работодателей торговой промышленной палаты Республики Узбекистан в сфере обучения, предпринимательству. В целом, за последние годы, наверное, торговая промышленная палата стала флагманом в сфере обучения, в сфере деловой среды. И здесь организованы достаточно большое количество различных курсов, обучающих семинаров. И год, который был проведен в коронавирусной пандемии, он ни в коем случае не остановил эту деятельность. И в Конфедерации работодателей на базе ТПП были проведены значительное количество семинаров и курсов по обучению будущих работодателей. Также хотелось бы отметить, что за последний год активно проводились 22-часовые курсы по основам предпринимательской деятельности и основам финансовой грамотности для предпринимателей, для будущих предпринимателей страны. И в целом для простых граждан, которые хотели бы освоить ту или иную профессию в сфере предпринимательства. Республиканским центром по обучению основам предпринимательства было обучено 6 740 граждан, в том числе субъектов хозяйствования, и были выданы сертификаты по освоению данных курсов. Хотелось бы отметить, что данная работа по обучению предпринимательства проводится также и территориально, то есть в махалях нашей республики, в 118 махалях торгово-промышленной палатой были проведены короткосрочные семинары на тему «7 шагов для начала бизнеса». И в целом около 11 тысяч человек и жители этих махалей получили какие-то основные первоначальные представления о предпринимательстве, о возможности построения собственного бизнеса. Безусловно, немаловажен факт обучения молодежи и предоставления для них возможности обучаться, таким образом становиться ближе к квалифицированным рабочим местам. И, безусловно, здесь в рамках государственной программы «Молодежь. Наше будущее» студенты вторых, третьих и четвертых курсов также смогли пройти обучение и мастер-классы. И в целом около двух тысяч студентов приняло участие в данных мастер-классах, что тоже, безусловно, является важным для нас как для платформы по предоставлению обучения. И, безусловно, в период коронавирусной пандемии важным вопросом явилась возможность предоставления интерактивных услуг и предоставления сертификатов интерактивно. И в этом ключе ТПП также занималась разработкой выдачи сертификатов в режиме онлайн. И, на наш взгляд, это неплохо получилось. В целом, безусловно, хотелось бы отметить также и то, что распространение информации, социальной литературы, которая позволяет лицам, желающим устроиться на работу, хоть каким-то образом обучиться азам предпринимательства, также имеет очень важное место в системе по выработке гарантий, естественной гарантии, как мы это называем, для решения вопросов безработицы в нашей стране. Поэтому КФР основной акцент делает на вопросы обучения, так как с этого начинается устойчивый путь работника в процессе занятости, в процессе построения своей карьеры. В целом, хотелось бы сказать еще раз большое спасибо моим коллегам по трехстороннему диалогу и их успехи, их анализ деятельности рынка для нас очень важен. Мы следим за тем, как работают наши партнеры и благодарим еще раз за это. Спасибо. Спасибо, госпожа Эка Маргишвили, за то, что вы представили нам точку зрения работодателей на повестку дня, на поддержку политики и готовность торгово-промышленной палаты обучать работников и также развивать культуру предпринимательства в Узбекистане. И также важность, которую организация работодателей придает программам для молодежи. Я думаю, что мы заслушали очень качественные образцы трехсторонней работы и смогли посмотреть на ситуацию со всех точек зрения правительства, работников, работодателей, которые хотят достичь общих целей. У нас есть два вопроса к госпоже Адибе Нурудиновой. Два вопроса и есть пара минут. Адиба, если вы можете что-то сказать о семейном предпринимательстве. Это очень интересный вопрос, потому что очень большая доля работающего населения ведет работу на каком-то семейном предприятии. И существует политика в сфере занятости, касающаяся семейного предпринимательства? Существует ли она? Адиба, это вопрос к вам. А также вопрос о программе квотирования трудоустройства женщин. Итак, Адиба, два вопроса к вам. Семейное предпринимательство и квотирование трудоустройства женщин. Спасибо за вопросы. Я думаю, коллеги дополнят меня, если я что-то упущу. Значит, что касается семейного предпринимательства, в республике принят нормативный документ по осуществлению семейного предпринимательства. И ввиду этого нормативного документа лица, осуществляющие семейное предпринимательство либо помогающие семейному предпринимательству, учитываются в балансе трудовых ресурсов, как занятые. Это вот коротко. Я не знаю, что еще интересует задавших этот вопрос, но учет и нормативная база по данной сфере, она у нас имеется и очень широко используется. Потому что, Рамира, вы правильно заметили, что большое количество семей осуществляют предпринимательскую деятельность именно в составе своей семьи. Поэтому это очень поддерживается, и Министерство труда тоже всячески оказывает консультативную помощь и другие виды помощи. Что касается квотирования рабочих мест для женщин, вообще у нас есть 965-е постановление Кабинета министров, согласно которому есть лица, неконкурентоспособные на рынке труда, к ним относятся лица с инвалидностью, к ним относятся женщины, одинокие женщины, либо женщины, имеющие, являющиеся представителем многодетных семей, лица женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, лица женщины, попавшие под торговлю людьми, либо какие-то другие ситуации, непреодолимые силы. И для них оказывается, конечно же, помощь и услуги со стороны Министерства труда и его органов, территориальных органов на местах по трудоустройству, по оказанию помощи по организации бизнеса, либо обучению их каким-то профессиям, для того, чтобы они в будущем могли либо осуществлять трудовую деятельность в форме предпринимательской деятельности, самозанятости, или у труда устраиваться на какие-то постоянные рабочие места с тем, чтобы обеспечивать себе достойную жизнь. Так что у нас, конечно же, в этом направлении проделывается очень большая работа. И сегодня мои коллеги подробно, и Руслан, и Эка, и Жанна Абдрашидна, говорили о том, что в настоящее время в рамках женской тетради совместно с Министерством Махалии и семьей Федерации профсоюзов наше министерство осуществляет большую работу по поддержке лиц, в частности, женщин, находящихся в женских тетрадях. И им оказывается не только помощь материальная, но и, если надо, моральная, если надо, правовая, по оказанию им помощи и услуг в их трудной жизненной ситуации. Надеюсь, если есть... Спасибо большое, Адиба. Спасибо за вашу ответственность. Спасибо. Спасибо большое, Адиба. Мы поняли, насколько большое значение продает Узбекистан поддержки семейного предпринимательства. Это очень важная политика на рынке труда. А также поддержка женщин в различных ситуациях, многодетных женщин, жертв торговли людьми. Эти вопросы заслуживают особого внимания. А сейчас мы переходим к нашим международным экспертам. Филипп Эггер и Перронос представят, почему анализ рынка труда так важен для разработки политики в сфере занятости. Они также представят пример сравнительного анализа стран региона и сравнят тенденции на рынке труда и в сфере занятости. И вы сможете лучше узнать, какова ситуация у ваших соседей. Это будет очень интересная презентация, но перед этим я хочу передать слово моему коллеге Маурису Дирксенсу. Возможно, он захочет дать свой профессиональный взгляд на то, какова ситуация на рынке труда Узбекистана и на рынке труда. У вас есть три минуты, Маурису. Я постараюсь очень кратко высказать свое суждение, потому что я знаю о ситуации, только опираясь на наши исследования. И первый аспект, первый комментарий, который сделал госпожа Нуроддинова, катающийся более информированных решений, очень часто мы забываем о стратегии в повседневной работе. И мы видим, что правительство, работники и работодатели все выдвигают определенные инициативы, но они должны быть достаточно масштабными, чтобы менять ситуацию. Они должны быть способны решать вопросы низкой производительности, низких доходов и в то же время достигать целей по формальной занятости, социальной защите, переходом от образования к занятости. И все эти вопросы ведут нас к третьему аспекту. Это требует показателей, которые выходят за пределы базовых показателей, которые мы обычно рассматриваем. мы упоминаем нестандартные формы занятости, говорим о неактивности, гендерных разрывах в предпринимательстве, мы упомянули также людские ресурсы и их развитие. Все это требует очень большого объема данных. Все хотят получить данные, никто не хочет за них платить. Но они крайне важны для информированных решений. И из всех программ, которые сейчас проводятся, какие можно расширить в масштабах. И я даже удивлен тому, каким сильным наше партнерство представляется. Оно не ограничено социальным диалогом, оно очень глубокое. Это было очевидно в вопросах предпринимательства и решение проблем нестандартных форм занятости. Мне кажется, больше времени у меня нет. Спасибо большое. Спасибо большое, Маурисио. Прекрасная точка в первой секции нашего обсуждения. Сейчас я передаю слово Перу Роносу и Филипу Эгеру, нашим международным консультантам. И эта секция для нас очень новая. Мы разрабатываем обучающую программу по разработке политики в сфере занятости трехсторонним путем. Она нацелена на правительство, организации работников, работодателей и всех заинтересованных в политике в сфере занятости. Это первая сессия. И сейчас я передаю слово Перу или Филиппу. Не знаю, кто будет первым. Последнее, что я хочу сказать, это не переживайте о презентациях. Все материалы будут доступны на странице Московского бюро МОД на русском и английском языках. Все выступления, которые вы сейчас заслушаете, также и презентации Орен Петруда Узбекистана. И, конечно же, мы предоставим дополнительные материалы по следам этих обсуждений и сообщим вам. Теперь Пер, Филипп. Рамиру, спасибо вам и спасибо всем участникам и представителям Узбекистана, которые выступили с очень интересными выступлениями. Прошу прощения, что беседую с вами на английском, к сожалению, мое владение русским крайне ограничено. И, Рамиру, позвольте также передать привет Ольге Кулаевой из вашего бюро, с которым я работал ранее. Пожалуйста, вы видите на экран мои слайды. Мы будем говорить о решающем значении рынка труда и его анализа для экономической и социальной политики и развития. Мы услышали от наших узбекских коллег те факты, которые подтверждают важность, центральное значение политики на рынке труда, мер на рынке труда для развития экономики страны в целом. Это количество людей, которые заняты, это их производительность, это их заработки, и это важно не только для конкретных людей, но и для работодателей, для Министерства труда, для Центробанка, для Министерства экономики, финансов, планирования. И вот эта центральная роль мер на рынке труда и политики в сфере занятости связана с различными аспектами занятости. здесь мы можем выделить три ключевых аспекта. Во-первых, занятость как доход, во-вторых, занятость как продукция, и в-третьих, занятость как фактор социальной интеграции. Заработная плата, потребительские аспекты каждой семьи очень важны, когда мы смотрим на ВВП с точки зрения доходов населения. В большинстве стран 60-70% общего ВВП это потребление домохозяйств. Продукция работы это важнейший компонент ВВП, но также и того, что мы называем потенциальным ростом, какой рост возможен в будущем при стабильном развитии продукции. Далее социальная интеграция путем стабильной занятости путем достойной работы является важнейшим компонентом социальной стабильности вообще. Когда страны сталкиваются с социальными проблемами, как правило, это происходит из-за того, что очень многие люди хотят работать, но не находят себе занятость. Далее, с точки зрения рынка труда, мы видим здесь взаимоотношения спроса и предложения, равновесия спроса и предложения, и оно находится в центре вопроса стабильности как экономики, так и социальной жизни страны. Возможность для работников найти работу, возможность для предпринимателей предприятий найти работников, возможность для предпринимателей открывать собственное дело И затраты, которые с этим всем связаны, являются центральным компонентом равновесия между спросом и предложением на рынке труда. И если наем сотрудника и обмен между спросом и предложением сопряжен со значительными расходами, то эти расходы будут нести как отдельные люди, так общество в целом, так и экономика всей страны. На следующем слайде мы видим общие цели политики в сфере занятости. И мы уже услышали на примере Узбекистана о том, каковы ключевые социальные группы, на которые мы направляем политику в сфере занятости. Это женщина, это молодежь, это трудовые мигранты, это работники в сельских областях, удаленных областях, лица с инвалидностью и так далее. А справа мы здесь видим политику на рынке труда, направленную конкретные аспекты. Рабочие часы, рабочие условия и так далее. Далее мы выявили пять тем. Извините. Сейчас я расскажу вам о наших пяти семинарах, которые пройдут в ближайшие недели, посвященные ключевым темам. Сегодня мы посмотрим на основные понятия и определения при анализе рынка труда. Хотя Мариси уже упомянул, что нам нужно много других показателей наряду с основными базовыми. Но сегодня мы посмотрим на только самые базовые понятия анализа рынка труда. Наш второй вебинар будет посвящен безработице и недоиспользованию рабочей силы. И мы уже видели, что это ключевая проблема для всех стран, которые сейчас переживают кризис пандемии коронавируса. Третий семинар будет посвящен занятости молодежи и трудовой миграции. Мы рассмотрим эти две темы по отдельности, но также посмотрим на взаимосвязь между двумя этими явлениями. На четвертом вебинаре мы будем смотреть на взаимосвязь образования и занятости, на то, как образование и навыки определяют результат поиска работы. Кроме этого, мы обратим внимание на технологические изменения и на то, как они сказываются на спросе и предложении на рынке труда. Последний вебинар, пятый, будет посвящен экономическому развитию и занятости, взаимосвязи между двумя этими показателями. Является ли занятость лишь пассивным следствием экономического роста или между двумя этими явлениями есть динамическая взаимосвязь. Большая часть данных и графиков, которые мы будем вам показывать, будут построены на основе данных стран Центральной Азии и Южного Кавказа, хотя те принципы, которые мы обсуждаем, применимы к любой стране. Практически все данные, которые мы будем вам показывать в качестве иллюстрации, взяты из национальных источников, либо напрямую с сайтов национальных статистических ведомств, либо из источников МОД. Переходим к первой теме. Здесь я представляю вам ключевые понятия при анализе рынка труда. Это базовые показатели. Начинаем с населения трудоспособного возраста. Здесь ключевым пунктом является определение возрастной границы трудоспособного возраста. Чаще всего возраст отсчитывается от 15 и до 64, или, как во многих странах, до 70. То есть с 15 до 70. Самый распространенный вариант определения населения трудоспособного возраста. Далее, рабочая сила. В нее входят как занятые, так и безработные, которые активно ищут работу. Вот эти две группы людей складываются в рабочую силу. Третья категория – это трудовые ресурсы. Сюда входит трудоспособное население, определенное в соответствии с национальными критериями трудоспособного возраста, а также те лица старше трудоспособного возраста, старше пенсионного возраста, например, 64, 70, 74, в зависимости от страны, которые продолжают работать. Это понятие часто использовали в Советском Союзе, используют в постсоветском пространстве. За рубежом часто говорят о потенциальной рабочей силе. И, наконец, дальше занятость. В нее входит как наемная занятость, так и самая занятость, как полная, так и неполная занятость. Это самые основные определения. Однако дальше мы можем дробить эти группы по возрасту, по полу, по региону, будь то географические регионы, административные регионы страны, город против деревни. А также мы можем смотреть на развитие этих показателей во времени. Чтобы посмотреть, как эти понятия используются при анализе рабочей силы, давайте взглянем на следующую схему. Здесь перед вами графическая схема этих понятий. Трудовая, трудоспособный возраст, рабочая сила и так далее, которые используются для анализа рынка труда. Она очень важна для того, чтобы понять то, как устроены обследования рабочей силы. Идея здесь состоит в том, чтобы обеспечить категоризацию, по которой каждый из опрошенных в обследовании людей будет относиться только к одной из этих групп. Это позволит нам установить рабочую силу в реальной стране. И вот эта схема обычно используется в обследованиях рабочей силы по всему миру, где бы они ни проходили. Это как раз та основа, которая дает нам статистику, а статистика ложится в основу анализа рынка труда, который затем используется для разработки политики в сфере занятости и политики на рынке труда. На следующем слайде мы видим ряд определений ключевых показателей, используемых в анализе. Вы наверняка знаете уже, что все это отношение, здесь всегда есть числитель и знаменатель, что-то делится на что-то. Очень часто в названии показателя уже указан числитель, но очень редко указан знаменатель, и поэтому очень важно осознавать, на что мы делим интересующий нас числитель, потому что знаменательность будет разной. Итак, первое. Уровень участия в составе рабочей силы. Очень легко считается. Это доля населения трудоспособного возраста в зависимости от определения занятости страны, пребывающей в составе рабочей силы. То есть мы делим рабочую силу, занятую и, возможно, безработных, ищущих занятость, на население трудоспособного возраста. Далее, уровень занятости. Это занятые на работе как процент от населения трудоспособного возраста. А уровень безработицы, в свою очередь, это количество безработных, соответствующих национальному определению безработных, поделенное на рабочую силу, не на население трудоспособного возраста, все, а на рабочую силу. Уровень занятости и уровень безработицы являются одними из самых распространенных показателей, которые используются по всему миру для сравнения экономик разных стран. Очень часто в качестве главного показателя выносят уровень безработицы, но реально на практике предпочитают использовать уровень занятости. Почему? Потому что уровень занятости имеет значительно более стабильное определение, его легче интерпретировать, потому что занятые определяются во всех странах примерно одинаково, а вот безработные и уровень безработицы в разных странах могут считаться радикально по-разному. И мы это увидим на втором вебинаре, потому что определение безработицы значительно менее прямолинейное, значительно менее гармонизировано между разными странами. Поэтому сравнивать между разными странами намного проще уровень занятости, а не уровень безработицы. вот ввиду большой разницы между определением безработицы по странам. Следующий показатель – коэффициент демографической нагрузки. Это количество детей до 15 или с пожилого возраста, свыше 65 или 74 в зависимости от страны, которых должен обеспечивать человек трудоспособного возраста. То есть мы делим их количество на количество трудоспособных лиц. Это очень важный показатель, как мы видим на примере Узбекистана, для того, чтобы оценить нагрузку социальных пособий на экономику. А коэффициент трудовой нагрузки – это количество неактивных лиц, которых обеспечивает каждый активный участник рабочей силы. И здесь мы делим число неактивных на рабочую силу, а не на всех трудоспособных. Это тоже важный показатель, потому что он позволяет понять, насколько социальная защита и отраты на социальную защиту поддерживаются трудом активных лиц. Чтобы проиллюстрировать эту теорию, давайте посмотрим на следующие графики. И смотрим на коэффициенты демографической нагрузки. Синие столбики. Надеюсь, что у вас цветопередача такая же. И мы видим, что в среднем один активный человек поддерживает в среднем 0,55 неактивных лиц. Либо дети до 15, либо лица старшего возраста. С выше 65 или 74 в зависимости от страны. Здесь этот показатель колеблется от 0,43 в Азербайджане до 0,68 в Таджикистане. Конечно, чем ближе эта цифра к единице, тем больше ложится вес на активных лиц, тем больше на них ложится нагрузка по поддержке неактивных лиц, как я уже указан. Трудовая нагрузка, показанная здесь оранжевым, это, опять же, количество людей, активно работающих, которые поддерживают неактивных, вне зависимости от их возраста. И здесь мы видим, что одно активное лицо поддерживает от 1 до 3 неактивных в общей сложности. Мы видим, что нагрузка от трудовой неактивности очень велика. Трудовая нагрузка значительно выше, чем демографическая, что означает, что нагрузка от неактивных лиц в пределах популяции трудоспособного возраста от 15 до 64 очень значительна во многих странах. Смотрим на следующий график. Здесь мы видим население трудоспособного возраста с 15 до 64 разбитое на категории по участию в составе рабочей силы заняты, безработные и неактивные. И мы видим здесь заметные различия по странам. Если мы начнем с верхней категории неактивных, здесь у нас есть справа для сравнения средняя цифра по Евросоюзу, и мы видим, что, например, Казахстан имеет долю неактивных до 30%, это примерно как в Евросоюзе, но, с другой стороны, если посмотреть, например, на Таджикистан, там доля неактивных заметно выше по причинам, которые мы с вами еще сегодня проанализируем. Это очень простая, но наглядная иллюстрация того, как население трудоспособного возраста распределено по разным статусам в отношении к рабочей силе. На следующем графике мы видим общее население стран не только трудоспособного возраста, а общее население, разбитое на возрастные группы. На левой половине слайда представлена возрастная структура на 2020 год в ряде стран. И мы здесь наблюдаем значительные расхождения, в первую очередь, между группой стран Центральной Азии и, с другой стороны, группой стран Южного Кавказа, три страны, представленные левыми столбиками. Мы видим здесь значительное расхождение в доле популяции до 15 лет, то есть детей, и некоторые различия в доле пожилого населения. Если мы сравним это с данными по структуре за 2030 год, мы увидим, что доля молодых совсем людей, детей снижается в большинстве стран, а доля пожилого населения повышается, и три страны Южного Кавказа демонстрируют наиболее высокий уровень старения населения. Это универсальное явление, касающееся всех стран, но вопрос, интересующий нас, это темпы старения населения, потому что они напрямую влияют на предыдущие показатели, которые мы рассматривали, коэффициент демографической и трудовой нагрузки. И эти демографические тенденции имеют очень длительные последствия. Они очень важны для анализа рынка труда в будущем. Давайте перейдем к слайду номер 12. лево. Мы видим прирост населения трудоспособного возраста с 2010-го по 2020-й и с 2020-го по 2030-й годы. И снова мы видим значительную разницу между странами и между группами стран, между Центральной Азией и Южным Кавказом. Со сравнительной точки зрения население трудоспособного возраста, которое растет примерно на 2% в год, это довольно быстрые темпы роста. Даже 1,5% это очень быстро с общемировой точки зрения. Так как в большинстве стран, в том числе совсем недавно в Китае население трудоспособного возраста растет меньше, чем на процент. Ситуация обстоит аналогичным образом в Российской Федерации, в вашем самом большом соседении. labor force participation rates, some of these numbers на графике справа вы видите уровень участия в составе рабочей силы, некоторые из этих цифр. The striking phenomena is the large differences across countries, but also the large differences between the participation rates of women and of men. The average is around 19 percentage points, but these differences range from very low in the case of Azerbaijan, for instance, to rather high in the case of Kyrgyzstan. But the key point here is to show that the rate of growth of the working age population is composed of two distinct components. The first is demographic, the rate of growth. growth demographic, and growth is population is growth equal to well-being. In case, there is difference between women and women and regime is уменьшается, и, соответственно, уровень участия в составе рабочей силы растет значительно быстрее, чем рост населения трудоспособного возраста. Это была моя часть презентации в ходе первой учебной сессии. Я хочу передать славу моему коллеге Перу Ронасу, и благодарю вас за внимание. Пер, слово вам. Спасибо большое. Вы меня слышите хорошо? Хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Смотря на общие цифры по участию в составе рабочей силы и занятости, которые показал нам Филипп, очень полезно для общих обзоров, для сравнений и рассмотрения не ряда ключевых показателей. Но для детализированного анализа в рамках одной страны нам необходимо сделать более подробную разбивку данных и, в первую очередь, разбивку по возрасту и полу, как представлено на этом слайде, показывающем уровень участия в составе рабочей силы и занятостей в Армении и Грузии в разбивке по возрасту и полу. Например, слева представлена Армения. Как вы видите, уровень участия в составе рабочей силы быстро рос и для мужчин, и для женщин в возрасте старше 15 лет, но он перестает повышаться примерно для женщин возраста 25-30 лет. Это оранжевая линия на графике. Мы видим, что дальше он растет для мужчин. Это синяя линия до 90%. Разница огромная. И рассматривая график внимательнее, мы видим, что многие молодые женщины не вступают на рынок труда. А среди тех, кто выходит на рынок труда, тем не менее, многие не могут найти работу и пополняют ряды безработных. И безработица для женщин – это разница между оранжевой и желтой линиями на графике, которая довольно большая для молодых женщин, как вы видите. Так же представляется, и многие молодые женщины так и не могут найти первую работу, они становятся разочарованными и покидают рынок труда, очень часто еще до того, как находят первую работу. И на этом графике мы видим значительный потенциал для повышения уровня рабочей силы в Армении тремя путями. Во-первых, нужно сделать так, чтобы молодым женщинам было легче найти работу и чтобы соотношение желтой и оранжевой линии было больше похоже на соотношение синий и серый. Затем снизить уровень безработицы в целом, и безработица довольно высока в случае молодого населения, а также сохранять участие и женщин, и мужчин в занятости дольше. Вы видите, что и для мужчин, и для женщин уже на возрасте 50 лет участие в рабочей силе сильно снижается. Напротив, Грузия справа справляется в какой-то степени лучше использовать людские ресурсы, хотя в Грузии ситуация с безработицей, в частности с безработицей молодежи, довольно высокая. Участие женщин в рабочей силе очень низкое, до 40 лет. Почему же они присоединяются к рабочей силе так поздно? Возможно, потому что очень трудно совмещать работу и рождение детей, и воспитание детей. Возможно, следует сделать легче для женщин совмещать трудовые и семейные обязанности, и тогда больше женщин сможет участвовать в экономике. И та же картина наблюдается и в Армении. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь мы видим те же самые данные, но касающиеся уже Киргизстана и Таджикистана. Как вы видите здесь, картина в этих странах очень сильно отличается от ситуации в Армении и Грузии, потому что уровень безработицы в них намного ниже, по крайней мере, официальный уровень безработицы. Итак, рассмотрим Киргизстан. Мы увидим, что в нем высший уровень занятости как для мужчин, так и для женщин, в частности, моложе 40 лет, чем Таджикистан. В Таджикистане участие в составе рабочей силы и занятости повышается намного медленнее среди молодого населения, чем в Киргизстане. Основной причиной этого у низкого уровня участия молодых мужчин в Таджикистане, потому что они работают за границей. Очень большое количество молодых граждан Таджикистана выезжают на работу в другие страны, в частности, в Россию, и они не учитываются в составе рабочей силы в Таджикистане. Среди женщин мы также видим, что уровень участия в рабочей силе в Таджикистане ниже, чем в Киргизстане. И причина этому, я думаю, другая. Она связана с тем, что многие женщины, особенно в сельской местности, работают на подсобных хозяйствах. У них маленькие фермы, но они не производят товары для рынка, они производят товары для собственного потребления, а из-за этого они не считаются занятыми. И вывод можно сделать такой. Как в Таджикистане, так и в Киргизстане существует огромный потенциал для использования людских ресурсов путем лучшего доступа к рабочим местам. И это, очевидно, касается и других представленных стран. Следующий, пожалуйста. Я думаю, что этот мы пропустим. Следующий. Здесь мы видим попытку продемонстрировать важность образования для участия в составе рабочей силе и для занятости. В большинстве стран уровень занятости повышается с уровнем образования. Я думаю, что эта схема работает практически во всех странах. И эта тенденция справедлива как для мужчин, так и для женщин. В Таджикистане, как мы видим здесь, эта тенденция справедлива для мужчин. Уровень занятости и участия в составе рабочей силы повышается очень быстро с повышением уровня образования. Высшее образование в Таджикистане для мужчин означает 60-70% участия в составе рабочей силы. Для мужчин с более низким уровнем образования этот показатель ниже. Картина для женщин значительно отличается, как вы видите. Даже женщины с высшим образованием намного меньше участвуют в экономике. Я думаю, вывод из этого слайда таков. Образование – это инвестиция в людские ресурсы. И для стран с низкими доходами это может быть очень дорогая инвестиция. Эти графики показывают ту степень, в которой инвестирование в людские ресурсы в форме образования преобразуются в занятость и тем самым преобразуются в пользу для экономики. И самый важный вывод в случае Таджикистана, но мы можем рассмотреть и другие страны тоже, это насколько неэффективно инвестирование в людские ресурсы здесь происходит в случае женщин. В плане производительной занятости. В то же время экономике необходима вся образованная рабочая сила для развития. И мы можем задаться вопросом, почему светло-зеленые области наверху показывают то, сколько людских ресурсов не используется, и страна не может себе этого позволить. Следующий слайд, пожалуйста. Мы уже довольно много говорили о занятости, и поэтому, наверное, пора определить, что же мы подразумеваем под понятием занятости. И официальное определение звучит так, что занятые – это все занятые на производстве товаров и услуг. Все эти люди считаются занятыми. Это основное правило занятости – производство товаров или услуг. Кроме тех услуг, которые производятся для собственного потребления. Поэтому в первую очередь это производство товаров и услуг для продажи занятости в форме наемной занятости или самозанятости – неважно. И нужно понимать, что тоже определение используется в системе национальных счетов для классификации видов экономической деятельности. Это важно, потому что одинаковое определение занятости и экономической деятельности позволяет объединить нам эти два понятия, и, следовательно, позволяет нам рассматривать производительность в экономике, ВВП, занятость. Объединяя все эти показатели, мы можем рассчитать производительность труда, эластичность занятости по экономическому росту и ряд других показателей, которые позволяют нам… которые мы можем рассчитать, объединяя эти два понятия. Поэтому важно увязать определение занятости с определением экономической активности, экономической деятельности. Однако, существуют два важных исключения из этого правила, которые нужно помнить. Во-первых, с 2013 года было принято решение о том, что производство продуктов питания для собственного потребления, натуральное сельское хозяйство, когда маленькие фермерские хозяйства производят продукцию и потребляют ее сами, а не продают, больше не должно рассматриваться в качестве занятости. Но по-прежнему оно включается в оценки ВВП. Это важное исключение. Другое исключение касается занятых за рубежом трудовых мигрантов, которые едут в Россию и в другие страны на заработки, не считаются занятыми и не входят в состав рабочей силы, потому что они не вносят свой вклад в рост ВВП страны. Они вкладывают в ВВП России или Казахстана, а не своей родины, и из-за этого они не входят в состав рабочей силы, своей страны происхождения. И оба эти исключения очень важны для рассматриваемого нами региона, потому что трудовая миграция влияет на показатели занятости. И мы также видим большой процент натурального сельского хозяйства, который также влияет на статистику. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас важно отметить, что отсутствие занятости в национальной экономике не обязательно подразумевает бездействие, неактивность. Эти цифры касаются Таджикистана и четко это демонстрируют. Если мы посмотрим на мужчин, это столбец в середине, вы видите, что менее половины всех мужчин трудоспособного возраста заняты в национальной экономике. Это около 49% мужчин от 15 лет, которые заняты в национальной экономике. Мужчин от 15 до 74 лет. Многие мужчины работают за границей. Более 20% носят вклад в экономику другой страны России или Казахстана, а не экономику Таджикистана. 12% являются работниками подсобных хозяйств. Они производят продукты питания, но они не считаются занятыми. И когда вы суммируете эти цифры, обнаруживаете, что 80% мужского населения трудоспособного возраста в Таджикистане так или иначе активны, даже если не все они заняты в национальной экономике. Положение женщин немного отличается, потому что женщины в Таджикистане не едут за границу работать настолько часто, как мужчины, но большая доля женщин заняты в подсобных хозяйствах. Только 31% женщин заняты в национальной экономике. Это очень низкий показатель. И 26% заняты в подсобных хозяйствах. Я думаю, что цифры и статистика как для мужчин, так и для женщин показывают огромный потенциал для повышения производительной занятости в экономике Таджикистана, как для мужчин, так и для женщин. Они вовсе не бездействуют. Многие из них очень активны, но они не заняты в национальной экономике. Следующий слайд, пожалуйста. Мы вернемся к этому в дальнейших вебинарах, поэтому я сейчас не буду подробно останавливаться на этой информации. Возможно, многие из вас уже об этом знают. Но сейчас я хочу показать несколько способов делить занятость на категории. Я думаю, что первые четыре, наверное, самые важные. Это занятость по статусу. Это международная классификация и классификация МОД. Мы можем классифицировать всех занятых, как либо наемных занятых, работодателей, самозанятых, помогающих членов семьи. Это часто члены семьи, которые работают на семейных подсобных хозяйствах или на семейных предприятиях. И, наконец, это члены производственных кооперативов. Это пять разных категорий занятых по статусу. Другой очень распространенной классификацией является классификация по секторам экономики. Это особенно полезно, потому что помогает нам рассмотреть то, как рост занятости и экономический рост взаимодействуют со всеми секторами. И некоторые сектора показывают больший рост зарплат, но не рабочих мест. Например, мы можем рассчитывать производительность в секторах и много других моментов. Поэтому это очень-очень важные классификации. И, опять же, она соответствует системе национальных счетов и соответствует международной классификации SOC. И это та же самая классификация, которая используется для системы национальных счетов, рассчитывания производительности ВВП. Поэтому становится возможным рассчитывать производительность и так далее. Кроме того, мы можем категоризовать занятых по роду занятий вслед за международными классификациями. Четвертый вариант классификации становится все более и более важным. Это деление на формально и неформально занятых. Неформальная занятость может быть сама поделена на две группы. С одной стороны, у нас есть неформально занятые, которые являются самозанятыми и работают в неформальных предприятиях. То есть их работодатель сам по себе работает неформально. А вторая группа – это неформально занятые в формальных предприятиях. То есть предприятие формально зарегистрировано, но людей оно нанимает неформально, без договора, без всех преимуществ и защиты, которые окружают формальную занятость. И это деление очень важно, потому что для большинства стран актуальна политика повышения доли в формально занятых. Но в первом случае, когда мы говорим о неформально занятых в неформальных предприятиях, там политика должна сопровождаться повышением привлекательности формализации самого бизнеса, чтобы неформальное предприятие само формализовалось. А во втором случае, когда неформально занятые работают на формальные предприятия, вопрос состоит только в том, чтобы обеспечить соблюдение законодательства, потому что в этом случае формальные предприятия не соблюдают трудовое законодательство. И значит, нужно заставить их выполнять законодательные требования. И некоторые из этих вопросов мы с вами еще более детально обсудим впоследствии, а пока переходим на следующий слайд. И таким образом, Маурисио уже упоминал, что мы смотрим не только на безработных, мы смотрим на другие категории, и это совершенно верно. Неактивное население тоже нужно изучать подробно, тех, кто не входит в рабочую силу. Их нужно изучать и включать данные по ним в анализ рынка труда. Тот факт, что они не входят в рабочую силу, не означает, что они не имеют значения для рынка труда, не означает, что этих людей нужно игнорировать. И классифицировать неактивное население можно двумя способами. Первый вариант, как вы видите слева, делит неактивное население на три группы. У нас есть работающие, но не охваченные занятостью. Это в основном сельскохозяйственное, натуральное хозяйство, но еще ряд категорий, которые вы видите на экране. Эти люди, по сути, работают. Но по разным причинам они не считаются занятыми. Еще одна группа – это работающие за рубежом. Тоже очевидно, люди работают. Люди вносят вклад в доход своих семей, оставшихся дома в стране, но чисто статистически их не считают занятыми в своей стране по простым формальным причинам. И вопрос у нас есть неработающие. Это реально неактивные лица. Еще один способ классифицировать неактивных, и мы на этом будем подробно становиться в следующий раз, это то, кто из этих неактивных потенциально является рабочей силой. Посмотреть на то, кто потенциально может работать, даже если сейчас неактивен. И тогда у нас получается две категории тех, кого мы обычно называем потенциальной рабочей силой или смотрим на них как на безработных в очень широком толковании. Это, например, люди, которые ищут работу, но сейчас не готовы приступить к труду. Через какое-то время у них появится такая возможность, например, в связи с тем, что у них вырастет ребенок. А вторая группа – это разочарованная. Это те, кто не ищет работу. Они знают, что работа им не достанется. Они сдались, хотя они хотят работать и готовы приступить к труду. Вот эти две группы часто объединяют под названием потенциальная рабочая сила или иногда их включают в расширенное понимание безработицы, в которые могут включаться и те, кто формально не занят, а также те, кто является потенциальной рабочей силой. И на этих людей важно смотреть, когда мы ведем анализ рынка труда и разрабатываем стратегии в области занятости. Кто еще, кроме рабочей силы, может быть мобилизован для производительного труда? Следующий слайд дает нам общую схему всего, о чем мы говорили. Это вся целиком классификация населения трудоспособного возраста с точки зрения занятости и рынка труда. И я могу вам сказать, что вы сами здесь можете прочитать, но главное, что, по сути, мы делим людей на рабочую силу, тех, кто не входит в ее состав. Дальше мы делим тех, кто не входит в состав рабочей силы на работающих неохваченных занятостей, работающих за рубежом и неработающих. А рабочую силу делим, конечно, в первую очередь на занятых и безработных. Но, кроме того, занятые могут иметь разные статусы. Мы могли классифицировать по секторам экономики, но здесь мы делим на статусы. Наемные, занятые, работодатели, самозанятые, помогающие члены семьи, члены производственных кооперативов. Далее наемных, занятых, работодателей, самозанятых можем делить на формальных и неформальных. И таким образом, по этим ячейкам вы уже можете распределять реальные цифры и получить на одном графике, который делит на эти категории, очень четкую картинку. Каковы ваши занятые, каковы ваши безработные, неработающие и так далее, и так далее. Это очень подробная схема. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И я передаю слово Рамира. Большое спасибо, Филипп и Пер, за ваше выступление и ваш четкий сравнительный анализ данных по разным странам. Очень интересно здесь сравнить, например, регионы Центральную Азию и Южный Кавказ. И у меня к вам два вопроса. Мы уже приближаемся к концу нашего вебинара. И я хочу спросить вот что. Может быть, вы подробнее расскажете вот о чем. Первое. Насколько важно использовать для анализа развития рынка труда показатель безработицы, если в стране высокая миграция. И еще один вопрос касается женщин на рынке труда. Очень многие женщины, по сути, работают, они делают большой труд в семье, но выглядят как неактивные. Как решить эту проблему при анализе? У нас, получается, нет специального статуса для женщины, которая занимается работой внутри семьи. Ее никак не учитывают здесь. Это вопросы от меня. Если мне придут еще вопросы, то я вам их передам. Хорошо, я могу очень быстро ответить на ваш вопрос. Уровень безработицы остается важным показателем, потому что он показывает вам, сколько людей активно ищут работу, хотят работать сейчас и доступны для работы. То есть это все равно важный показатель. Но никогда нельзя смотреть на показатель безработицы в отрыве от всего остального, только на него. Нужно рассматривать его в совокупности с другими показателями, чтобы понять, что реально происходит. И, конечно, трудовая миграция играет здесь роль. Если половина всех молодых мужчин Таджикистана уезжает работать в Россию, то безработица в Таджикистане уменьшается. Но это не означает, что они бы не хотели работать дома, на родине, потому что уехать далеко от семьи – это для них второй вариант, а не лучший вариант. А это значит, что экономика не справилась с созданием рабочих мест для молодежи. И то же самое, я думаю, касается и женщин. Если мы сравним, опять же, возьмем пример Таджикистана, это хороший пример. Мы увидим очень большую долю женщин, которые работают в натуральном сельском хозяйстве. А почему? Потому что они хотят этого? Да нет, скорее всего, нет. Потому что для них рабочих мест нет. То есть показатель уровня безработицы для женщин не репрезентативен к реальной ситуации, потому что женщины решили для себя, раз работы нет, значит, будем работать на приусадебном участке, на земельном участке семьи. У нее просто нет выбора. То есть на уровне безработицы надо смотреть в сочетании с другими показателями всегда. Да, в любом случае. Что касается второго вопроса, на мой взгляд, определение людей, занятых натуральным хозяйством, должно включать людей, которые потребляют более половины производимой продовольственной продукции. Они съедают больше, чем продают на рынке. И их обычно включают в неактивное население, в тех, кто не относится к рабочей силе. Но, на мой взгляд, очень важно визуализировать этих людей. Сделать так, чтобы на них можно было реально посмотреть, чтобы они были видны в статистике. Потому что иначе это будет большим просчетом, если в стране много таких людей. Если посмотрим на Таджикистан, мы увидим, что 30% женщин официально входят в рабочую силу. Всего 30. А 25% еще из них – это те, кто работают в натуральном сельском хозяйстве. То есть это не неактивные женщины. Если бы их поддержали, поддержали продуктивность их земельных участков, чтобы их семейное хозяйство могло продавать больше продукции, они сразу перейдут в раздел занятых. Раздел тех, кто производит продовольствие. То есть если мы смотрим на безработицу в странах, в которых большой хозяйственный сектор, нам нужно смотреть еще и на тех, кто занят в натуральном сельском хозяйстве, кого мы не считаем занятыми формально. Спасибо, Пер. Филипп, мы уже заканчиваем наш вебинар через несколько минут. Филипп, вы хотели бы добавить какие-то замечания на этот счет? Да, Рамира, если можно, я хотел бы быстро сделать вот какое замечание. Мне кажется, Пер очень хорошо ответил на ваши вопросы. Мы должны смотреть не на один показатель, а на комплекс показателей. Но кроме этого, нам нужно хорошо понимать преимущества и недостатки каждого из этих показателей. Например, мы говорили о уровне занятости. 60, 70, 75, 80% мужчин или женщин являются занятыми. Уровень занятости говорит вам что-то о количестве людей, занятых работой, но ничего не говорит о качестве занятости. Мы это видели, например, на примере Узбекистана. 39% занятых находится в неформальном секторе. Эти люди включены в показатель уровня занятости, но сам по себе голый уровень занятости ничего не говорит о качестве этой занятости. И об этом мы будем говорить на дальнейших встречах. Так что вам нужно хорошо понимать, что говорит каждый из этих показателей, использовать несколько показателей в комплексе и смотреть на менее традиционные показатели для того, чтобы увидеть более детальную картину ситуации. Большое спасибо за это замечание, Филипп. Я хочу также поблагодарить всех участников сегодняшнего вебинара. Это первая встреча в цикле вебинаров, посвященных занятости для восстановления экономики с созданием рабочих мест. Я хочу поблагодарить всех участников из Узбекистана, которые очень подробно нам показали картину в своей стране, и Жанна с очень хорошей презентацией рынка труда в стране. И здесь очень много пересекается с тем, что наши международные эксперты показали впоследствии. Благодарю Адибу Нарудинову, которая очень четко показала нам взгляд со стороны правительства и те программы в сфере занятости, которые являются приоритетными для министерства, и высветила партнерство с работодателями и работниками по ряду вопросов. Благодарю представителей организации работодателей и работников Эку Маргешили и Руслана Рахманова. Благодарим Эку за представление точки зрения работодателей и Руслана, представителей профсоюзов. Благодарим Филиппа и Перра за сравнительный анализ данных по многим странам. Это дало нам возможность дальнейшей дискуссии о том, как мы понимаем эти базовые принципы. Что полезнее для анализа рынка труда, что играет второстепенную роль. Мы увидели, что если мы не дополним отдельные показатели более полной картинкой, мы не получим полноценного анализа рынка. Спасибо за эту презентацию на первом вебинаре. Приглашаем всех участников на второй вебинар, посвященный теме мониторинга рынка труда и новых тенденций в безработице. И таким образом мы будем развивать то, что мы обсуждали сейчас в конце вебинара. У нас будет также другой страновой доклад. Мы рассмотрим в качестве кейса другую страну. И будем более глубоко разбираться с вопросами безработицы и разных статусов занятости, как их нужно точнее понимать. Мы будем с вами общаться по нашим обычным каналам, по электронной почте, через сайт. Разошлем приглашение перед этим вебинаром. И в конце я хочу сказать, что я надеюсь встретиться с вами лично уже скоро и встретиться, конечно, с вами на следующем вебинаре. И напоминаю, что все презентации, которые наверняка для вас будут профессионально очень полезны, и для руководителей организаций работников и работодателей, и для государственных служащих, все эти презентации будут доступны на сайте Московского бюро МОД, на русском и английском. На этом у меня все. Мы завершаем сегодняшний вебинар. И встретимся с вами скоро, через 2-3 недели, на следующей встрече этого цикла. Всего наилучшего. Приятного окончания недели и выходных. Всего вам наилучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok